Иван, ты четыре пропустил? Бывает все. Не было мысли, что не туда ты приехал? Нет, но не мой день, видимо, был. Завтра твой будет? Нет, завтра конкурсы будут. А ты в каком участвуешь? А какие вообще будут? Кто больше пропустит, ты выиграешь. Тут я лидер, да. Привет, вот уж что реально заслужил приглашение на матч звезд в этом сезоне, так это Иван Бочаров. Он готов шутить и выслушивать шутки. Может быть и остальные на это способны, но многих мы не знаем в лицо. В ВХЛ случилась сенсация. В отставку отправлен главный тренер Лады Александр Титов. Через месяц начинается плу-офф, а команда на втором месте в конференции. Сенсация же в том, что главным тренером стал Владимир Кречин, генеральный менеджер. В такой непростой момент, когда впереди плу-офф, клуб возглавил человек, не имеющий ровным счетом никакого тренерского опыта. Даже интересно, чем все это закончится, ведь подобных примеров я вспомнить не могу. Удивительная и необычная причина, по которой уволили Титова. Впереди плу-офф, и он же формировал, он же делал эту команду. Ну, не только он, и я в том числе формировал команду. И вопрос о смене тренерского штаба уже назревал, не буду говорить, что давно, но месяца полтора уже было. То есть, самое главное, мы играем же для кого? Для болельщиков, да? И тот хоккей, который проповедовал Титов, скажем так, он не для болельщиков города Тольятти. То есть, помимо результата, болельщикам нужна еще и красивая игра. Поэтому, и так как сегодня было принято решение, так как команду формировал в том числе и я, и сейчас приглашать специалиста, нового специалиста, который будет там нести по-новому, да как метлом идет по-новому, не хотелось бы, потому что я этих ребят знаю. У меня есть достаточно большой опыт, там работа и с Белоусовым, и с Киненом, и с Юрзиновым, и с Емелином, и с Титовым. Я просто постараюсь взять лучшее, что я приобрел в этих тренеров, и воплотить это в жизнь. Не знаю, как получится исправить у Кречина этот компонент. Уже в субботу вечером он дебютирует на новой должности, и мы узнаем, как это получилось. Но в ВХЛ вообще многие клубы ставят на первый план результат. По-настоящему в зрелищный хоккей чаще всего играют Сканева, из-за хорошего подбора игроков, Миталург, что не очень нравится тренеру, и Буран, так как там хоккеисты просто не всегда выполняют установку на матч в силу своего уровня. Но мы пожелаем Кречину удачи, это в любом случае интересно. Кстати, давно не увольняли тренеров в КХЛ. То ли терпеливыми стали, то ли повода нет. В НХЛ вон с цепи сорвались. В национальной хоккейной лиге Александр Волков и Яков Тренин снова отправлены в фарм-клубы. Оказалось, что все налаживается. В молодежной лиге признали, что Динамо уступило китайцам по собственной глупости. И пусть были большие коэффициенты на победу гостей, а какими они должны были быть, если команда проиграла 46 матчей подряд и вышла на лед в десятером. Я был уверен, что все чисто. Дело в том, что рано или поздно должно было случиться нечто подобное. Видел китайскую команду в игре против Крылья Совета в первом матче, они тоже могли зацепиться. У московской команды ничего не получалось, и по моментам они проигрывают к началу третьего периода. Потом додавили, но если бы к этому времени уступали в две-три шайбы, то кто знает, чем бы все закончилось. Динамовцев подвела безалаберность. Я уверен, что больше всего про договорняк говорили те, у кого сорвались ставки, но это как раз и подтверждает, что все было честно. Не надо их слушать. У одной команды наступило затмение, а вратарь другой совершал чудеса. Это хоккей, тем более молодежный. Хорошие новости. Следующий матч звезд КХЛ пройдет в Риге. Все, что происходит не в Москве, плюс сток организации. И последнее. Лину Сумарк вчера заявил, что будет разговаривать с руководством Салавата Иулаева о будущем контракте только после окончания сезона. Думаю, что он сказал это, лишь бы от него отстали. До свидания. Ты вот проехал с Умарком сюда, но после той передачи в матче с автомобилистом ты должен был забрать у него билет. Какой передачи? Ну вот, при счете 2-2. От меня, которая передача была? Это Умарк, потерял шею. Да с кем не бывает. Ну, я не знаю, и дешевле, что в последнее время у нас, в последние игры, как так, что-то хувырком все. Но самое такое хорошее, что самое интересное время впереди, на самом деле. И вот Уфа доказывала в том году, что она умеет собираться в нужный момент. Ну, кулу-уфты попадете? Обязательно. Гарантируешь? Да. Всем болельщикам Уфы. Болельщики Уфы разгневаны жутко. Я знаю, да. Я как бы... Сложный, как бы... Немножко как бы и неприятно тоже. Можно сказать, чуть-чуть стыдно за то, что... Особенно за последние игры. Но опять же таки, ихняя поддержка, на самом деле, это... Очень сильно благодарны мы командой за их поддержку. И обязательно попадем в ловку, пошумим.